И есть шанс прекратить вот эту бесконечную цепочку рождений и смертей. Подождите, подождите, зачем прекращать? Это же классно. Родился, снова будет жить. Собственно, это свойственно и христианству изначальному. То есть, мы же знаем, как жили, скажем, подвижники первые христианские. Нет, 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 я тут с вами поспорю. И вот здесь вот Кришна, как главное божество бенгальского ващнавизма, он в этом смысле совершенно идентичен. Все, что он хочет, это эмоции любых. Лишь бы максимально, чтобы у человека живое существо штырило. Жизнь человека в христианстве, она невероятно ценна, потому что она единственная и неповторимая. А жизнь в хришнаизме и вообще в индуизме, она бесценена до предела. Про Бада он говорил, что христиане это, ну, Христос это наш гуру, что Христос пришел там научить людей, то есть это все официально так говорится. Но на деле все сводится к тому, что, ну, какие же они, в принципе, вроде есть искренние, конечно, но они же мясо едят, да. А, вот как это понимается. Ну, здорово, да, логично. Все объяснили, все. Тогда все понятно. Не, мы воспринимаем все не так. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Киберпоп и вы смотрите рубрику Киберпоп Плюс. У нас в гостях Арджуна Валабхадас. Добрый день. Здравствуйте. На этот раз я выучил ваше имя. В прошлый раз мы с вами записали стрим, в котором анонсировали разговор о реинкарнации. И мы обязательно сегодня об этом основательно поговорим. Но вот та наша беседа первая вызвала живой интерес людей и много вопросов возникло. Поэтому мне бы хотелось несколько вопросов, которые в части, касаемые темы предыдущего нашего разговора, озвучить. И чтобы вы кратенько на них ответили, а потом мы перейдем к основному нашему разговору, к основной теме. Вот вас спрашивают, чем вас не устроила вера вашей бабушки? Пусть староверческая, но она своя, а вы ее не знали совсем, а на эзотерику купились. Ну, я понимаю, да, это классический вопрос, в общем-то, да. Но здесь всегда вопрос глубины. То есть я прекрасно видел, как моя бабушка и ее подруги, друзья, поверь, они себя вели, я с уважением относился к этому всему. Но когда возникают реальные философские вопросы, то есть на эти вопросы ответов от бабушки или от ее близких я не получал. То есть, ну, скажем, вопрос, почему так несправедливо все устроено в мире. Ну, это классические вопросы подрастающего человека, мыслящего, да. И так получилось, что ответы на эти вопросы я нашел именно в Бхагавадгите. Нашел, так сказать, восточное мучение в этом, да. А ваши родители потом, позже, как относились к вашему выбору, к вашей вере? Ну, сейчас, ну, со временем все наладилось, и, ну, мы с ними как-то так случилось, что мы общаемся, жили все время в разных городах, и не было такого общения близкого. Ну, всегда было очень, как бы, уважительное общение, то есть спокойно все. Отец у меня, он, например, с течением времени очень сильно изменился. Я считаю, что не в последнюю очередь под влиянием каких-то общения со мной на каком-то этапе. То есть он был заядлым охотником, как я уже говорил, но сейчас вот он пропал все ружья, то есть он не охотится, он идет в лес полюбоваться природой, знаете, вот, помедитировать. То есть он немножко так спрактикует какие-то югические практики, хотя вот он уже пенсионер, там уже много лет, но вот на старости лет вот он как бы добавил в свою жизнь таких вот очень своеобразных моментов, о которых раньше он, может быть, и не думал никогда. Вы думаете, что это каким-то образом вы повлияли на это, ваше решение, ваш путь? Безусловно, потому что мы с ним и общались, и он слушал, и он читал потом тоже, и он читал Бхагавадгиту. Вот, и поскольку он человек умный, то есть он занимал там разные посты ответственные всю жизнь, то, естественно, он тоже понял некую важность того, что он прочитал, того, что он узнал. Ну вот такой тогда вопрос. Следующий, другой вопрос. Если вы через два года в кришнаизме осознали порочность системы, то почему оставались ее частью еще четверть века? Тут не совсем так. То есть, действительно, порочность системы-то я осознал. Но что я здесь стал делать дальше? То есть, когда я оказался в Якутии, я стал… Ну, это был некий вызов и самому себе, и этой же системе. То есть, я все стал делать так, как я считал нужным, вот как должно было быть, вот я стал делать. То есть, я пытался своим примером показать, что можно проповедовать и жить, как сказать… Я жил в миру, по сути, да. То есть, я работал, у нас был бизнес, да, у нас было много социального общения такого с обычными людьми. То есть, я сам себя обеспечивал, да. А вот это, кстати, я перебью, тут еще один вопрос, вот по этой теме. Если все деньги от продажи книг уходили к руководству, то на что жили и питались рядовые кришнаиты, в том числе и вы? Я понимаю, в храме, я верну, да. В храме была система очень простая. Она была вот просто такая, кристально ясная. То есть, все деньги от продажи книг шли в храм. Из них, значит, какая-то часть шла издательству. Ну, естественно, книги покупались, им отдавали какие-то деньги. А вот из оставшихся 5 процентов, 5 процентов шло, значит, на питание и обеспечение всех жителей храма. Вот, вот такая была система. 5 процентов, вот на эти 5 процентов мы и жили. Остальные 40, ну, там сколько-то, 95, соответственно, шли в широкие карманы, в общем-то, людей, которые стояли у власти. А вот в Якутии у вас были свои какие-то дела, свой бизнес какой-то, да? Да. То есть, у нас была такая торговая фирма небольшая, да. Я этим занимался вот все это время, пока я там жил. То есть, я себя обеспечил сам. То есть, я как бы пытался показать, что нужно жить честно, да. Нужно себя обеспечивать, зарабатывать и при этом параллельно распространять вот свои какие-то, вот свои мировоззрения. То есть, если я считаюсь миссионером, я должен жить, во-первых, с этими людьми, я не должен жить за их счет, я должен жить так же, как они. И при этом я там писал, ну, я уже говорил, писал статьи, там, мы проводили программы. Все это делалось параллельно. То есть, это не было основной деятельностью. Это делалось все параллельно. То есть, и все годы, что я там прожил, я этим занимался, и я вот думаю, что, в принципе, я как бы некую альтернативу показал, как вот можно действовать, да. И, в первую очередь, для себя хотя бы. То есть, я, по крайней мере, сохранил свою честь, там, свою репутацию, свои некие идеалы. Понятно. В организации я не был, как бы, формально в этот период. То есть, я никому не подчинялся. То есть, вот это я хочу подчеркнуть. Понятно. Так, а вот спрашивают, что вы можете сказать о своих недостатках? Можете ли их приравнять к каким-то грехам? Что, по вашему мнению, вам мешает больше всего в данный момент? Это такой немножко личный вопрос. Но я могу пояснить. Некоторым показалось, что вы как-то себя очень в положительном свете показали. И хотелось бы немножко критики для балласта. Да, я понимаю. Критику я себя критиковать люблю тоже, не меньше, чем говорить что-то хорошее. Ну, естественно, главный мой недостаток личный, который преследует меня всю жизнь, как я себя начал помнить, это лень. Я очень ленивый. То есть, с одной стороны, это недостаток. С другой стороны, это достоинство, потому что ленивый человек избегает множества грехов. То есть, он просто ленится грешить часто. То есть, тут такая палка о двух концах. С одной стороны, это мне мешало, с другой стороны, часто меня это спасало. Ну, лень, это, конечно, да. То есть, это вот бич такой мой. Ну, опять же, я, может быть, немного, ну, скажем так, не знаю, как это сформулировать. То есть, ну, я склонен, ну, к уединению, да. То есть, ну, то есть, у меня есть некая такая, я не назову это какой-то фобией там или там социопатией. Это, конечно, слишком громко было сказано. Ну, я склонен жить уединенно. То есть, я склонен как-то вот ограничивать круг общения. Но я с этим недостатком боролся успешно. Вот. И, в принципе, сейчас у меня столько общения. Казалось бы, да. То есть, у меня природа одна, а я сознательно себя ломал все время, да. То есть, я все время расширял круг общения. То есть, я все время старался вот это. Я это, в принципе, преодолел. А что такое для вас грех? Если лень помогает избегать грехов, то что вы под грехом подразумеваете, мне вот интересно. Ну, они все стандартные же, эти грехи. Ну, то есть, как там, не знаю, женщины, да, там, общение с женщинами излишнее, да, например. И единому человеку в этом плане очень хорошо, потому что ты, вроде как, ну, вроде бы и хочется, а лень, да. Ну, то есть, и вроде как спасен ты от этого лишнего всего. Клин клином вышибает, получается. Ну, вроде того, да. Ну что ж, там еще было много вопросов, на самом деле. Но я думаю, что мы постепенно их по чуть-чуть будем освещать, отвечать на эти вопросы. Потому что там очень много вопросов по доктрине, по вероучению, по каким-то базовым вещам, которые в кришнаизме есть. А мы как раз к этому и переходим. Я хочу поблагодарить всех тех, кто задал вопросы, сказать, что все ваши вопросы приняты. Я их в отдельный файлик внес. Мы постепенно будем на все эти вопросы отвечать. И если у вас еще будут вопросы, пожалуйста, пишите. Все это будет анализироваться, структурироваться. И постепенно на все вопросы вы получите ответ. Были такие опасения, что наш с вами разговор и разговоры, предполагающиеся в последующем, это некая хитрость с вашей стороны. Как будто бы вы хотите меня завербовать в кришнаиты. Ну, я не знаю. Я вроде бы обозначил свою позицию в первом же стриме. Я этим никогда не занимался в принципе. Я даже наоборот. Были случаи, когда я людей отговаривал становиться кришнаитами. Особенно мне вдохновило в какой-то момент изречение Андрея Кураева, который сказал, что мы не должны людей в церковь приводить. Мы должны их отталкивать от церкви для того, чтобы они только искренне оставались. Прямо те, кто очень-очень хочет преодолеть вот это все. Меня это очень вдохновило. Это очень на моей волне все. Я этим занимался как раз достаточно часто в своей жизни. Потому что я считаю, искреннее убеждение, что информации уже достаточно. Уже достаточно вокруг информации. Если человек действительно интересуется, он найдет все сам и он сам все решит. То есть бесполезно его везти куда-то, заводить и так далее. То есть это моя твердая позиция. Поэтому люди могут не беспокоиться. Мы познакомились с вами при известных обстоятельствах на фестивале в этом миссионерском Ставросе. И я всегда чувствовал сильное уважение к людям, которые активные, которые имеют свой стиль, скажем так, в любой сфере деятельности. Потом я посмотрел этот канал и понял, что это прекрасный человек. Почему бы мне с ним не подружиться, хотя бы не завязать какие-то отношения хорошие. Понятно. По поводу моего личного уважения и интереса также. Я тоже надеюсь, что со временем я от вас тоже многое узнаю. И не только из видео, а из личных каких-то бесед. Может быть из этих же стримов. Вы сейчас разочаровали многих. Наверное, люди от нас ожидают, что мы будем с вами драться, спорить, еще чего-то выяснять. А мы можем. Понимаете, это как боксеры в ринге. Вы же видели, да? Они дерутся, готовы друг друга убить вообще. Но потом они обнимаются и идут вместе пить чай. Ага, значит, не все потеряно, да? Все потеряно. А вот вы тогда говорили, будучи в Якутии, когда я вам вопрос задал. С нуля до сорока человек, ваша община как-то увеличилась за 10 лет. И вы считаете это вообще большим достижением. Я тогда удивился, что мало же. На что вы сказали, что самое главное это даже не количество, а то, что информация. Да. Да, вот информация, что люди узнали. Но можно ведь сказать, что то, что вы делаете сейчас, это то же самое, что вы делали в Якутии. То есть вы по сути дела даете информацию и фактически продолжаете миссионерствовать с вашей точки зрения, нет? Ну, все определяется мотивами. То есть тогда были мотивы такие, сейчас мотивы другие у меня. А какие? Разобраться в себе? Просто интересно общаться с интересными людьми, в данном случае с вами. То есть мне это интересно. Мне хочется высказать действительно, используя эту трибуну, эту площадку, некие свои сомнения в той же кришнеевской доктрине. Я считаю, что это очень большая площадка. То есть я их обязательно озвучу. То есть не надо думать, что тут будет сплошной позитив. Мы поговорим об очень серьезных вещах. Может быть, даже еще сегодня успеем об этом поговорить. Я думаю, кришнаиты, которые будут смотреть это видео, их проклятие умножится в мой адрес. Они и так идут уже потоком каждый день. Я думаю, они умножатся. Я думал, кришнаиты, в общем-то, милые люди довольно-таки, нет? Они милые, но если что, глотку вам перегрызут охотно при всей своей милоте. Мне каждый день в личку ВКонтакте, в мой аккаунт, который сатирический, приходят сообщения с угрозами убийства, расправы физические, проклятия и так далее. Эти милые люди занимаются также этим всем. То есть они милые, пока их не задеть, скажем так. Вот так вот. Ну что ж, давайте мы перейдем к основной теме. Реинкарнация. Все про это слышали. Все хоть что-то, но об этом знают. Однако мне бы хотелось из первых уст услышать, что называется. Что же это такое, реинкарнация? Я хочу немножко так расширить ответ, чтобы потом не оставлять это на какой-то длинный монолог. Я просто хочу объяснить очень базово. Сразу хочу оговориться. Вот я один раз оговорюсь и больше уже не буду этого делать. Что люди, которые что-то читали, что-то знают и будут слушать наш разговор, чтобы не обвиняли меня в том, что я что-то упрощаю, обобщаю. Я это делаю сознательно. Я прекрасно знаю, что все сложнее, развернуть и так далее. Но я делаю это сознательно, чтобы было понятно. То есть я хочу простым языком говорить о сложных вещах. Вот очень хорошо. Да, да, да. И вот я сейчас об этом расскажу. То есть, чтобы было понятно. Если мы обобщим уже совсем индийское наследие философское и религиозное, то мы можем там найти две основные школы. То есть это школа имперсоналистов, то есть философов, которые не признают высшее положение личности Бога, личностного аспекта Бога. То есть для них абсолют – это некая абсолютная истина, сияющая, безличная, высшая цель. Основное – это обезличенные, да? Обезличные. То есть они считают, что, да, бывают проявления личностные Бога, иногда приходят какие-то аватары, приходят дети Бога и так далее. Но это все исходит из этого прекрасного сияния. То есть такая позиция, если совсем просто говорить. И есть школа персоналистов. То есть люди, которые говорят, что да, сияние – это замечательно, но это всего лишь сияние тела Бога. То есть за этим всем сиянием стоит великая личность – это Бог, который, значит, личность. То есть это две школы. И несмотря на то, что дальше вот уже как бы у них расхождение, ну, уже конечная цель очень сильно раздвигает их, так сказать, уже по разным сторонам ринга, тем не менее философская база у этих школ – она одна и та же. То есть общая философская база вот этой философского наследия Индии включает в себя вот эти понятия – реинкарнация, закон кармы, то есть отличие материи от духа, то есть устройство природы, некая космология, она тоже совершенно идентична, она одна у всех. понимание о том, что такое путь очищения, да, то есть это мантры, жертвоприношения, какая-то медитация, там, югические практики – это все универсально. И, то есть, если мы посмотрим этот фундамент, он объединяет вот все эти школы. Но дальше на этом фундаменте вырастает уже совершенно вот это вот великолепное разнообразие вот этих индийских религиозных и философских традиций, которых действительно огромное количество, поскольку они различаются часто только настроением, например, или неким особым вкусом основателя этой традиции. То есть почему их так много? То есть там даже в рамках ващновизма есть совершенно разные философские школы, то есть они говорят о одном и том же божестве, они говорят о одном и том же методе, но при этом у них разная философия, то есть они совершенно по-разному видят некое вот конечное вот это устройство. Так я почему это говорю? Что карма, реинкарнация и прочие вот эти замечательные понятия, общеизвестные, ну сейчас это достаточно общеизвестные, на слуху, по крайней мере, не принадлежат на эксклюзивных каких-то правах кришнаитам. То есть это принадлежит вообще всей вот этой философской традиции индийской, там и это и шиваиты, и кто угодно, все они это знают, то есть это общее. Просто у людей часто возникает такая ошибка распространенная, то есть они сталкиваются, получают свои ответы, скажем, с традицией кришнаитов на эти вопросы, да, что там инкарнация, карма, и они думают, что только кришнаиты это знают. Но это не так. Это вот, так сказать, та развилка, на которой многие, в общем-то, и, ну, начинают сомневаться и начинают испытывать какие-то проблемы. Вот и сейчас будет непосредственно переинкарнация. Можно вот сейчас, если вот эти два основных течения, которые, одни говорят, что божество – это некое сияние обезличенное, а другие говорят, что нет, за этим сиянием некая персона, личность находится. Означает ли это, что вот те, которые персона признает личность, могут, в принципе, обращаться к ней с молитвой, а те, которые не признают, в общем-то, молитвы тогда быть не может? Ну, да, есть, вот в этом уже начинаются тонкие различия, вот эти вот постройки на этом фундаменте уже начинают различаться, потому что, да, в вачнавской традиции есть молитвы, безусловно, то есть там их много, то есть обращение к Богу там в разных ситуациях, там даже рекомендуется произносить какие-то знаменитые молитвы, ну, есть такие там, скажем, в писаниях известные личности, святые, которые молятся очень так красиво, да, и рекомендуется выучивать эти молитвы, их повторять, ну, кроме своих каких-то, так сказать, от сердца, которые идут, да. Традиция имперсоналистов, она больше вот такая медитативная, то есть они используют мантры, то есть мантры немного отличаются от молитвы. А, вот поясните, да, чем это отличается, что это такое? Мантра – это некая вибрация, звуковая вибрация, которая призвана, то есть вообще мантра переводится как освобождающая ум, очищающая ум от проблем, беспокойств, мантрая, то есть манас – это ум, трая – защита, то есть защищающая, освобождающая ум. То есть они произносят эту вибрацию для того, чтобы очистить ум, для того, чтобы успокоиться, сосредоточиться, для того, чтобы достичь некого успеха на своем пути. То есть она достаточно так вот имперсональная, опять же, ну, возвращаясь к этому термину, то есть она не требуется, допустим, там, концентрации на какой-то личности. Иногда требует, то есть есть разные виды мантр, но в основном как бы можно их использовать именно… То есть это просто набор звуков, грубо говоря? Иногда бессмысленные, может быть, нет? Ну, нет, не бессмысленные, безусловно. В этом-то и суть, что это очень серьезно выстроены такие звуковые вибрации, которые действительно работают, действительно работают. Они не придумываются никем, они содержатся уже, собственно, в описании. А они на каком-то языке же, наверное, да? На санскрите, на санскрите. А на русском нет? На русском нет, на русском мантр нет. То есть есть другая традиция у нас. Вот как. А я-то думал, хоть кришнаиты, у нас тут церковно-славянский язык, нас за него тут критикуют, а оказывается, смотрите, даже мантры и то все на санскрите. Только санскрит, да, только санскрит. Такая вот засада, да. Ну, хорошо, ладно, так, давайте поближе к самой идее реинкарнации. Ну, для меня это было ответом на мои вопросы, как я уже говорил. То есть, естественно, у любого человека возникает много вопросов. То есть вот, почему так несправедливо устроен мир? Как говорится, почему одним все, а другим ничего? Да, вот эта вот знаменитая формулировка. Вот, почему там кто-то богат и при этом очень отвратителен, а другой очень беден и при этом замечательный человек. То есть, почему у тебя так устроено, да. И такой, а тебе такой карма такая, да? Да. А почему такая карма? Потому что карма и реинкарнация, они связаны, да. То есть, потому что, что такое реинкарнация? То есть, мы получаем новое тело в соответствии со своей кармой. А карма – это то, что мы делаем, да, это деятельность. Ну, грубо говоря, умер и снова родился, да? Ну, да. То есть, причем родился уже на основании того, что ты сделал. Что посеял, то и пожнешь. То есть, например, если ты был, ну, скажем, греховным человеком, ну, например, человеком, да, греховным, злым, плохим, нехорошим, ну, если так упрощать, то получишь тело, соответственно, следующей жизни, которое будет тебе давать возможность расплатиться вот за эти грехи прошлой жизни. Ну, поросенком, нет? Не обязательно. Ну, нет, можно в животных? Безусловно, да. То есть, опять же… Все, все вот эти традиции, ну, индуизма с кришнаизмом все вместе, все признают, что воплотиться можно и в поросенка, и в какое-нибудь животное, а можно и человеком. Можно в другой касте родиться? Можно родиться деревом, можно родиться, не знаю, пауком, кем угодно. То есть, все формы жизни, то есть, существует, согласно ведической традиции, 8 миллионов, там, 400 тысяч видов форм жизни. То есть, и во всех тут можно родиться. Причем можно родиться, ну, скажем, на райских планетах, можно родиться на адских планетах. То есть, космология, она очень замысловатая. И ад, в представлении вед, он, ну, просто как некая, ну, ухудшенная версия, скажем так, ну, нынешней жизни, да. То есть, Земля, вот, Земля считается серединной планетой. То есть, есть вот райские, адские и средние миры. Вот, Земля относится к средним мирам. Почему? Потому что здесь можно найти, как, райские условия жизни, да. И можно найти адские условия жизни. То есть, мы, как бы, на одной планете, ну, можем видеть это разнообразие, да. Адские планеты, там, только адская жизнь. А райские, советы только райские. Ну, то есть, вот так. И родиться можно кем угодно. Ну, в принципе, почему это выглядит логичным? То есть, люди, которые, ну, вот, общались, там, скажем, не знаю, с собаками, даже с кошками, да. То есть, мы же не можем сказать, что это, ну, какие-то совершенно биороботы, правда. То есть, ведическая традиция, она как раз отвечает на эти вопросы. То есть, начнем с того, что кто воплощается? Воплощается бессмертная душа. То есть, живое существо, оно странствует по этой вселенной, получая разные тела. Живое существо – это, ну, как, это частица, ну, Бога, да, то есть, бесконечно маленькая, но обладающая всеми его качествами. Вот такова философия, да. А вот сразу же еще, чтобы не забыть, не потерять, личность? Личность – вот это и есть личность. То есть, мы, вот, часто вот говорят люди, ну, вот, вот, у меня душа болит, или у меня душа, там, да. Ну, правильно говорить – у меня тело, потому что душа – это я. Я – личность. Личность – это живое существо, душа. На санскрите – джила. Ну, то есть, похоже, да, живое существо – джила, да. То есть, я – душа, которая находится в теле. Но тело может быть другим, там, в следующей жизни. Оно может меняться. То есть, ну, даже на протяжении жизни тело меняется, да. То есть, мы видим, что вот я был там, когда мне было 16 лет, у меня было одно тело, да. Но личность была та же самая. Потом прошло время, вот тело поменялось, ну, живое существо, которое, ну, личность-то не поменялось, и так же переходит в следующую жизнь. А вот, собственно, если личность – это и есть душа, получается, то при рождении в другом теле эта личность себя опять же, этой же личностью ощущает или вот другой. Ну, например, вот вы сейчас, да. Вы же себя не помните, так сказать, в предыдущих… Вы себя ощущаете вот конкретно вот этим человеком, который здесь и сейчас. Это называется обусловленность. Вот есть такой термин, то есть, да. То есть, тело, которое мы получаем, нас обуславливает. То есть, оно ставит нас некие рамки. Это сравнивается с очень хорошей, есть хорошая аналогия. Вот есть лампочка и есть абажур, да. То есть, если абажур светлый, прозрачный, свет будет практически неискаженным идти, да. Если он зеленым, свет будет окрашен зеленым. Ну, то есть, если он будет черным, непрозрачным, то есть, там будет очень что-то мутное такое, да. И вот, если мы попадаем в тело животного, то есть, наш абажур практически непрозрачен. То есть, тело нас обуславливает до такой степени, что мы можем видеть, ну, допустим, в собаках, там, ну, в каких-то таких более разумных животных, ну, очевидные проявления некие, да. То есть, ну, разума, совести, любви даже, да. То есть, ну, это мы можем видеть. Но они настолько вот глубоко где-то спрятаны. А свет этот есть. Мы видим этот свет. Но он настолько темный, что, ну, в принципе, практически кажется, что его и нету там, да. У человека более прозрачные, ну, то есть, тело человека – это более прозрачный абажур. Хотя, как бы, иногда бывают такие тела людей, что, ну, они мало чем от животных отличаются. Ну, бывает такое тоже. То есть, все связано с этим. И вот с этим связан как раз принцип, вот, принцип йоги. То есть, мы должны очищаться. То есть, принцип в том, что мы уже изначально чисты. То есть, душа чиста, она вечно исполнена блаженства, знания, она частица Бога, в конце концов, да. Но поскольку оно неправильно себя повело, ну, я говорю философские вещи, вот как это вот, доктрина, да. Оно попадает в материю. И материя на нее вот так вот влияет. То есть, оно ставит ее в условия. То есть, я нахожусь в этом теле, например, да. Оно меня обуславливает. То есть, я веду себя определенным образом, да. То есть, у меня определенный, там, интеллект, определенные какие-то физические возможности и так далее. То есть, я не могу перепрыгнуть. То есть, я как бы вынужден с этим считаться. И вот цель йоги сократить, минимизировать обусловленность телом живого существа. То есть, скажем так, протереть зеркало или, там, не знаю, очистить этот абажур, чтобы свет был максимально изначальным. Вот в этом суть. То есть, по сути дела, йога, ну, не то чтобы борется с телом, но борется с теми искажениями, преградами, границами. Я правильно понимаю? То есть, нужно очиститься. То есть, чтобы свет изначальный, наш изначальный свет, который, ну, он уже вечный, все, он уже есть. Это некая константа, да. То есть, она могла себя проявлять наиболее чисто. А вот что значит очиститься? Что мы очищаем? Если изначально вот эта константа, она свет, и изначально это свято и светло, то что мы очищаем? Мы очищаем вот эту пыль, которую мы накопили за миллионы рождений. То есть, мы же как бы, да, мы светлые, чистые и вечные. Но мы попали в материю, и мы начали здесь свой, так сказать, торжественный путь. То есть, мы получали множество тел разных. И каждое тело, каждый опыт жизни какой-то откладывал, естественно, отпечаток. То есть, я просто хочу сразу как бы уточнить, я предвижу этот вопрос. То есть, кроме грубого тела, считается, есть еще тонкое тело. Тонкое тело – это ум, чувство, некий опыт, да, который копится. Это тоже еще не живое существо. Это просто тонкое тело. То есть, есть как бы такое тело, тонкое тело, и еще выше над этим стоит именно живое существо. Имеется в виду опыт конкретной жизни. Мы же не передаем опыт свой, собственный, себе там, в следующий, нет? Или как? Мы об этом не помним, но он переносится. То есть, мы переходим в следующее тело в тонком теле. То есть, ум и чувство переносятся. Но поскольку мы попадаем в новые условия, то есть, это новое тело, оно нас опять охлобучивает. Мы, естественно, не помним, как бы, ну, в естественном состоянии все свои прошлые жизни. Но они с нами остаются. И в чем это проявляется? Оно проявляется в том, что чаще всего можно заметить, что люди в каких-то ключевых ситуациях действуют, ну, как-то шаблонно, да. То есть, ну, допустим, некое живое существо, возьмем какое-то отдельно взятое. Ну, скажем, какая-то женщина, да. Вот, например, она хочет выйти замуж. Вот она уже пять раз выходила замуж, и как-то все неудачно. Она будет идти и в шестой, и в седьмой, и в восьмой. То есть, она будет действовать неким шаблонным образом. О чем это говорит? О том, что вот у нее вот именно такой вот опыт вот есть. И она даже это не осознает. В предыдущих жизней. Да, но она будет неосознанно идти по этой колее. То есть, вот катиться по этим рельсам, никуда не сворачивая. То есть, я привел, может быть, не очень удачный пример, но, в принципе, мне кажется, понятно, да. То есть, мы часто действуем как по некому шаблону, да. То есть, особо не задумываясь, мы просто принимаем какое-то решение, да. Ну, в общем-то, откуда это решение взялось? Получается, есть некая матрица, которую мы неосознанно воспроизводим. А эта матрица, она в результате накопившегося опыта. И чтобы это изменить, нужно что сделать? Нужно это дело как-то очищать. С помощью чего? С помощью чего? С помощью метода йоги. То есть, они есть разные. А все индусы, кришнаиты, все йогой занимаются? Ну, так или иначе, да. Ну, нельзя сказать, что все индусы занимаются йогой, конечно. Там такие же люди, в общем. И сейчас там все достаточно деградировано, да. То есть, вот. Но йога, в принципе, это метод достаточно для избранных людей. То есть, когда мы говорим йога, йога означает связь. Веревка. Ну, некая. То есть, когда мы… Йога – это связь с высшим. То есть, мы пытаемся с помощью йоги, веревки, да, связаться с высшим. Ну, закинуть, так сказать, вот этот… Да, связаться. Это очень серьезный процесс. То есть, это нельзя, как бы, ну, опошлять. Сейчас-то все опошлено, конечно, да. То есть, там, вот, мы видим, там, идешь по городу, где-нибудь там, под кустом, люди, там, занимаются йогой, асаны делают какие-то. Ну, это, вроде-то, они делают для здоровья. Ну, на самом деле, это, конечно, смешно выглядит. Но йога… Почему смешно выглядит? Ну, потому что рекомендации заниматься йогой, они, ну, такой вот, даже хатха-йогой, они изначально требовали уединения, во-первых. То есть, это должно происходить не было в каком-то чистом месте, ну, не в городе никак, да, то есть, в уединенном чистом месте. То есть, много требований. То есть, они это, конечно, приносят некую пользу. Это, ну, как зарядка, да, то есть, ну, некая нагрузка на тело, в этом смысле. Но с точки зрения, там, духовной жизни или какого-то прогресса, это бессмысленно, абсолютно. Абсолютно бессмысленно. Вот. Ну, вот, кришнаиты занимаются бхакти-йогой. То есть, бхакти-йога – это метод, который должен пробудить любовь к личности Бога. То есть, он состоит из воспевания мантр. Мантры состоят из имен Бога. И, поскольку, ну, вот, философия такая, что, поскольку Бог – это абсолют, то его имена не отличны от него самого. Поэтому, когда мы воспеваем имена Бога, мы, соответственно, очищаемся. Поскольку мы пытаемся общаться с ним непосредственно. То есть, в форме… Получается, что все-таки кришнаиты признают за Богом личность. Да, безусловно. То есть, они – это, да. Это классические представители философии персонализма. Мы сейчас не говорим о западных кришнаитах, которые… Ну, мы к этому еще вернемся. Это отдельная большая тема. К ним много вопросов, собственно, и в самой Индии, да, к этой западной версии кришнаизма. Вот. Ну, в принципе, вот, философски, да, это так. Это так. Так. А вот такой вопрос, может быть, несколько необычный. Но если воспринимается, что мы живем здесь много жизней, и тело фактически воспринимается в кришнаизме и вообще в индуизме, ну, как одежда, что ли. Вот ты получил некий абажур, да, ты сам, как лампочка там внутри, вот этот абажур ты получил, он в той или иной степени тебя искажает, затуманивает. Вот. И твоя задача улучшить, чтобы в следующий раз еще круче было, да? Вот. Ну, вот человек умер, вот умер. Как происходят похороны элементарно? Как вообще относится к смерти в этой традиции? Как это выглядит? Ну, к смерти относятся философски. То есть, ну, кто был в Индии, обязательно, например, приезжает в Варанасе, то есть такой знаменитый город, где люди приезжают ждать смерти. То есть вот старики, вдовы, особенно вот одинокие люди, они приезжают ждать смерти, потому что считается, что оставить там тело – это очень благоприятно. А, к смерти относится, что это хорошо? Ну, как к некому этапу, неизбежному. То есть это, понимаете, ну, как бы к этому нужно относиться именно так. Это то, что придет обязательно. Поэтому нужно максимально достойно встретить эту смерть. Но мы говорим сейчас как бы о людях, которые мыслят, правда? То есть мы же не берем, что все индусы прямо такие философы. Это, конечно, не так, да. Но мыслящие люди относятся… Ну, на уровне идей, да. Вот как это должно быть в идеале, да? Да, то есть это этап, очень важный этап. И есть шанс прекратить вот эту бесконечную цепочку рождений и смертей. Подождите, подождите. Зачем прекращать? Это же классно. Родился, снова будет жить. Это же замечательно. Цель – прекратить. То есть цель йоги – прекратить это, остановить. И вернуться обратно к Богу. Или вернуться в это вот абсолютное сияние. То есть в этом конечная цель. Всегда есть конечная цель. Но если абсолютное сияние, оно безличное, то и ты тоже перестанешь быть личностью, перестанешь себя осознавать. Это вот философский вопрос. То есть как бы выглядит это именно так. Но как это на самом деле, мы откуда знаем? То есть что мы знаем об абсолюте? То есть мы можем там представлять вот с точки зрения материальной своей, как это выглядит. Но может быть там все по-другому. Мы же не знаем. То есть даже вот я был на встрече, был на встрече с Далай-ламой. Мы в Ригу ездили с приятелем как-то. И буддисты, они же такие буддисты все очень такие. Они ему задавали философские вопросы очень серьезные. Там была личная встреча русских последователей. Человек 40 или 50. И он отвечал на вопросы. Вот мне было просто интересно. Мы съездили. И вот ему задали вопрос. Значит, а скажите, вот сияние конечное, это пустота, вот это вот она же, это же так прекрасно. И он так посмотрел, он так на человека. Человек долго старался, формулировал вопрос. Прямо это видно, что он, наверное, год готовил. Прямо красиво это было. Да, так задал вопрос. Он на него посмотрел, сказал, а почему вы думаете, что пустота – это то, что нигде… Это место, где ничего нет. Вот так удивился, мягко говоря. Это как-то, ну, пустота же, ничего нет. А почему вы так думаете, что там ничего нет? Да. И как бы… Вопрос о том, что такое ничто, да? Вот что… И все собрание зависло минут на двадцать. Поскольку они, так сказать, вроде, ну, они же практикуют, они же хотят раствориться в этом все. А тут их лидер, да, и учитель говорит, что, ну, ребята, вы же не знаете, что там, почему вы так вот решили, с чего вы так решили. Поэтому так же и здесь неизвестно. Ну, а персоналисты в Индии, вот, кришнаиты там и так далее, они все хотят вернуться к своему божеству. То есть, там, шиваиты и так далее. Многие поклоняются, там, так скажем, дурге, да, то есть, ну, все они хотят как-то вот получить личный дашин, да, увидеть, соприкоснуться. Кришнаиты вот хотят вернуться к Кришне, например, да, то есть на его планеты духовные и так далее. Ну, то есть, а потом не раствориться там в этом божестве, а сохраниться как личности, да? Личность не воспринимается как некое зло, от которого нужно избавиться, раствориться в нирване, там, не воспринимается. В школе персоналистов нет. Это, наоборот, кажется адом. То есть, это вот, поэтому вот извечная война между вот имперсоналистами и персоналистами, вот с чего мы начали, это конфликт. Это философский конфликт, неизлечимый, который уже много веков, они проводят диспуты, они пишут комментарии, они друг друга троллят. Ну, сейчас популярны баттлы, вот эти, да, рэп-баттлы. То есть, там вся страна смотрит, то есть, да, и вот эти баттлы, они устраивают на протяжении тысячелетия уже, да? То есть, там, один вызывает другого на бой, там, и судьи, там, такие же, они друг друга, там, значит, аргументы. Вот это происходит постоянно. То есть, они говорят, как ты можешь, то есть, ты, вот, ты личность, а ты хочешь сказать, что Бог – не личность. То есть, ты хочешь сказать, что ты лучше Бога, а тут… А ты хочешь сказать, что, там, ваш Бог, он, значит, позволяет вот этому всему происходить, что тут творится. Посмотрите, вот, там, девочка умерла два месяца от страшного. И говорит, хочешь, что твой Бог это видит и не исправил. И вот такие, ну, такие баттлы. Они идут вот тысячелетия, и никто не пришел пока, как бы, никто не победил пока, да? Потому что у всех куча аргументов. Понятно. Ну, получается, что в любом случае смерть воспринимается, и одни, и другие воспринимают ее как освобождение от… Шарма. И как шанс освободиться от… Больше сюда уже не рождаться, и не воплощаться, и вообще уйти от этого. Вот это немножко… Это же особый какой-то взгляд на жизнь, на мир, на себя в этом мире, отношение к миру. Я знаю, что нашим-то людям идея реинкарнации как раз нравится, потому что это круто, ты снова будешь жить. Ну, пусть там, допустим, я буду муравьем, ну ладно, потом я еще кем-нибудь побуду, пчелой, потом опять человеком стану. А может быть, я орлом поживу, мир посмотрю, рыбкой поплавлю где-нибудь в океане. Это же круто, это же классно. Миллион раз там воплощаться, живи, живи. Например, допустим, если я живу уже миллион раз, это уже миллион первый раз, я не помню тех жизней, мне классно, комфортно, почему бы не вернуть сюда еще разочек? Нет, ну да, есть такое мнение. То есть, ну вот именно философски, если как бы изучать ведически вот эту традицию, читать философскую все это наследие, то там взгляд на мир, он достаточно пессимистичный. Ну, собственно, это свойственно и христианству изначальному, да? То есть, ну как бы мы же знаем, как жили, скажем, подвижники, да, первые христианские. Ну, ну нет, 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 я тут с вами поспорю, но давайте мы сначала про кришнаизм поговорим, да. Взгляд пессимистичный. Пессимистичный. А мир, этот мир, он не место для наслаждения. То есть, ну как бы жизнь, она это быстро очень доказывает. То есть, философия подтверждается практикой очень быстро. Поэтому этот мир, он, да, это как некая, ну вот попали мы сюда, ну по каким-то причинам, там тоже есть разные объяснения, как мы сюда попали, да, почему мы сюда упали, как мы вообще могли это так сказать. Но, тем не менее, раз мы здесь оказались, то надо как-то отсюда выбираться. А, выбираться все-таки. Да, отсюда выбираться, то есть вот это вот. А похороны как происходят? Ну, чаще всего это кремация, безусловно. То есть, я не знаю, то есть, возможно, как бы это сложилось традиционно, что там климат своеобразный, да, но философски это объясняется тем, что, ну, живое существо должно избавиться, ну, от каких-то привязанностей. То есть, если есть тело, ну, живое существо может, если оно к нему было привязано вдруг, оно к нему будет возвращаться. Живое существо – это, собственно, душа, грубо говоря, нашим языком. Да, душа, которая, ну, вышла из тела вместе с тонким телом. Вот в тонком теле оно там еще какое-то время болтается, в прострации некое, до нового рождения. И вот оно может привлекаться вот этим своим старым телом, что затрудняет, безусловно, как бы некий процесс, потому что его неудержимо тянет, где вот оно похоронено, это тело и так далее. Вот, поэтому… Привыкла просто привычка, да. И, ну, там, родственники горюют, плачут три дня, девять дней. Сколько там траур длится? Траур вообще есть траур, нет? Или это радость, наоборот, все как? Ну, скорее, не, ну, безусловно, если люди были привязаны, то, ну, конечно, ну, терять людей, с которыми ты, допустим, близко общался, тяжело. Ну, я думаю, люди многие огорчены бывают. Но при этом они все равно относятся к этому, ну, философски, скажем так, да. Они стараются сделать максимальное количество благоприятных церемоний, чтобы помочь человеку, ну, как-то получить или лучшее тело, или уж совсем уйти, да. То есть, почему сжигают? Вот в Аранасе часто сжигают, скажем, богатые люди, цари. Они не просто сжигают на костре из дерева, а из священного дерева, да. То есть, там, дерево Туласи или там какое-то благородное, там, из какого-то особого места это дерево, да. То есть, проводятся церемонии определенные. То есть, жрецы, ну, священники индуистской традиции проводят определенные церемонии, чтобы живое существо либо получило лучшее рождение, либо очистилось от грехов, ну, чтобы в ад не попасть, например. Ну, как бы, не все же прям такие правильные. То есть, это возможность некая помощь человеку, ну, живому существу, которое ушло, ну, совершить некие благоприятные церемонии над его телом. То есть, это некая помощь тоже. Ну, фактически, родственники всеми силами стараются создать такие условия, чтобы этот человек, их родственник, почивший, умерший, да, он сюда уже не вернулся ни в каком теле, ну, по максимуму. Ну, в идеале, да, в идеале, да. То есть, фактически, мир воспринимается как, ну, пессимистично, и как будто мы здесь обречены на какое-то существование, и весь этот мир нам в тягость, мы от него хотим уйти. И вот уходит человек, ой, ну, и слава Богу, грубо говоря, да? Ну, у него шанс появился, да, то есть, это некий шанс. То есть, все разумеются как шанс, что он получил шанс избавиться от этого. То есть, и чем достойнее он принял смерть, ну, например, допустим, вот я же говорил, многие люди, вот уже пожилые, там уже и больные, например, которые знают, что им недолго осталось, они уходят оставлять тело в священные места какие-то. Потому что считается, что ты оставил тело в каком-то святом месте, ты, ну, имеешь больше шансов очиститься и прекратить это все, да? То есть, они ждут своей смерти там, оставляют там тело и, ну, это вот достойная смерть очень считается. Я, кстати, слышал где-то в новостях, что передавали в Индии какой-то праздник был, там все омывались то ли в Индии, то ли Ган, то ли в каких-то там водах этих. Якобы это уменьшает количество перевоплощений. То есть, люди омываются, желая уменьшить количество, чтобы уже сюда не рождаться. Может быть, просто у них жизнь там в Индии такая тяжелая, что они так, что им так не нравится? Не, ну, я бы поспорил тоже с тяжелой жизнью, потому что, ну, в Индии огромное население, и там процент, скажем, богатых людей, обеспеченных людей, людей среднего класса, он выше, чем в России. То есть, если мы возьмем, ну, благодаря большому количеству населения, там много богатых людей, там много людей, действительно, которые имеют много возможностей, да, то есть, наслаждаться жизнью. Вот, они ее наслаждаются. Ну, то есть, нельзя сказать, что вот они вот тоже, может быть, так настроены, как я сказал. Мы говорим об идеале неком, да, сразу. То есть, что на самом деле они хотят, мы не знаем. Потому что, ну, почему вот так трудно прекратить эту череду рождений и смертей, человек привязывается. То есть, ему вот хочется вот как бы вот… А вот у меня тогда такой вопрос, вот, да. А человек, который осознал всю тяготу всех этих перевоплощений, вообще жизни, который так воспылал желанием освободиться, очиститься и уйти к Богу. У него нет ли, ну, такого несколько свысока отношения к тем, кто еще пока не дошел до этой светлой мысли? Ну, у кого-то, наверное, есть. Но, в принципе, рекомендуемое, скажем так, настроение – это сострадание. То есть, поэтому человек, который что-то знает, должен поделиться. То есть, в этом традиция. То есть, сострадание, оно и тоже может быть унизительно? Как-то, ну, да. Я согласен. То есть, вот я как раз с отцом Олегом Стеняю, он эту тему имел, так сказать, ну, стычку легкую на этом Ставросе, потому что он сказал, что, значит, ну, он известен же тем, что он дружит, ну, скажем, с кашнаитами, ну, с разными людьми, там, баптистами. Ну, я, говорит, за них всегда молюсь. Ну, типа, за сирых, убогих. Я говорю, ну, отец Олег, ну, как-то вот, понимаете, люди-то чувствуют это, понимаете, ну, как бы они же не какие-то про примитивные. То есть, когда вы так к ним, ну, как бы, типа, вы ниже, да, то есть, я за вас помолюсь, там, то есть, ну, это как-то неправильно. Тогда уж как-то не дружите с ними, что ли, тогда, да, тогда как бы боюйтесь с ними, это как-то честнее. Вот он как-то так помолчал, немножко, наверное, обиделся и уехал. Я согласен, да, но сострадание, ну, не обязательно проявляется именно так, что я выше, да. Сострадание, я знаю, а ты нет, а я тебе поделюсь. То есть, ну, как вот, если у меня есть кусок хлеба, а ты голодный, да, то есть, я тебе дам половину. Ну, я разве из гордыни это делаю? То есть, ну, мотив может быть разный. Ну, понятно, да, но, в принципе, искушение, так сказать, несколько... Всегда присутствует. Да, относиться к себе, что я вот уже просветленный, я уже осознал, а вот остальные люди, они, в общем-то, вот в этом, как поросята, вот они чавкают там в корыте, да, ну, вот они так вот и... Бедные, несчастные, ну, что с ними взять, да, ну, ладно. В следующий раз перевоплотятся, может быть, поймут. Такое тоже имеет место, безусловно. Человек слаб. Человек всегда слаб, какое бы он тело ни имел. Индийское, русское, американское, любое другое. То есть, он навсегда будет иметь одни и те же склонности, и одни и те же, так сказать, будут его одолевать соблазны, говоря языком близким аудитории. Да. Ну, вы знаете, что... Это совершенно другой философский вообще подход. Это принципиально иное отношение к жизни, к миру, к Богу, к самому себе. Ну, вот, например, давайте сопоставим сейчас христианский взгляд. Вот здесь немножечко сравним. Получается так, а вы меня поправляете, если я буду ошибаться. Получается так, что кришнаит или индус, неважно, в общем, все люди, которые вот в этой традиции, потому что основа, как вы говорите, для всех общая, там детальки только уже дальнейшие отличаются, относятся к своему телу как к некоему абажуру, то есть некая одежда. Он — это то, что внутри этого тела, и то, что это тело обуславливает, ограничивает его. Фактически он занимается йогой, читает мантры, еще что-то делает для того, чтобы протереть вот эту пыль, для того, чтобы утончить эту перегородку. А сбрасывает с себя он это тело, умирает, как одежду. Обветшало — он скинул. Если повезло — улетел к Богу. Не повезло — опять воплотился. В следующий раз еще поработаешь. Но фактически к телу отношение к чему-то такому, как к внешнему. Христианство предлагает нам иное отношение к своему собственному телу. Для христианина человек — это совокупность. Дух, душа и тело. То есть я целиком. И мое тело — это тоже хорошо. И это тоже часть меня. И Христос пришел спасти всего человека. Не только мою душу, а и мое тело тоже. И получается, что, условно говоря, то Царство Божие, которое предлагает человеку христианство, для меня привлекательнее, чем то Царство Божие, которое предлагает кришнаизм. Почему? Потому что туда, в христианстве, я попадаю со своим телом в конечном итоге. Потому что вот я пожил, я умер. Душа вышла из тела. Мое тело здесь остается. Но потом Христос воскресит меня. То есть Он вернет мою душу в мое тело. И воссоздаст меня в моей полноте. И я... Не только душа моя будет с Богом, но и тело будет с Богом. Ну вот, да. Я как бы философно понимаю позицию. Но мне трудно это принять. Потому что я уже хочу сказать... Если действительно это так, то почему тогда такие разные стартовые условия? Возвращаясь к нашим личным разговорам, стартовые условия очень разные. А вот о стартовых условиях. Давайте поговорим о стартовых условиях. Даже, может быть, Вы неправильно их называете, стартовые условия? Потому что если есть старт, значит, должен быть финиш. Если речь идет о стартовых условиях... Давайте так. Два луча света стартанули с Земли, условно говоря, на Луну, допустим. Один с вершины Эвереста, а другой с подножья. Стартовые условия очень разные. Будет ли разница на финише? Нет. Будет разница в том, что лучи... Если так, лучи, то да. Ну, допустим, простой пример. Кто-то воплощается, скажем, в Вашей семье. И у него отец священник. Он с детства все знает. Согласитесь, все-таки он в более привлекательном положении. А кто-то рождается в семье алкоголиков, не знаю, где-нибудь в Чите, в далеком Забайкале. И он о Боге узнает в первый раз, когда кто-то себе молотком по пальцу попадает лет в пять. То есть и то в такой форме, что лучше бы и не узнавал, наверное. И как ему стартовать вообще? То есть о каком старте мы говорим в принципе? Вот я как раз об этом же, да. Что может быть неправильное слово. Может быть вообще не надо говорить о старте. Потому что... Ну, в соответствии с христианской философией, у него одна жизнь, один шанс. Да, да. В этом сложность. Поэтому для меня инкарнация – это ответ. Вот именно. Вы смотрите на жизнь как на некий процесс, на стремление достичь какого-то результата. И раз речь идет о результате, то, значит, есть и стартовые позиции. И эти стартовые позиции разные, и это несправедливо. А если результат не важен? Ну, я понимаю, да. То есть вы хотите сказать, что даже если человек, допустим, прожил всю жизнь, он там сам стал алкоголиком, то есть никогда не крестился. Или просто если он крестился каким-то чудесным образом, да, то его автоматически спасут. То есть об этом речь я просто хочу вытащить. Нет, нет, не автоматически спасут. Но как бы ты, что бы ты ни делал, твои усилия ничтожены по сравнению с тем, что Господь для тебя делает. Поэтому, по сути дела, стартовые условия, в общем-то, значения не имеют на самом деле. Человек, который родился в семье, условно говоря, алкоголиков, и который о Боге услышал случайно где-то когда-то, и человек, который родился в семье священнослужителей, благочестивой семьи, они имеют равные возможности наследовать Царство Божие. Потому что Господь не ждет и от этого, и от того, чтобы они достигли одинакового результата. Он не ждет этого. Да, в этом, я так понимаю, причина именно, что христианство миссионерское. Потому что всем надо дать возможности. Не понял. Ну, конечно, христианство миссионерское. Ну, смысл в том, что человек, как мы уже из этого примера, который родился в Чите, то есть какие у него шансы вообще приблизиться к Христу? То есть если он встретит христианина, который как-то ему что-то скажет. Иначе у него шансов нет, я так понимаю. Ну, нет, почему? Ну, Господь действует сам по себе тоже. Он не обязательно же действует через миссионеров. И в посредниках он особо-то сильно не нуждается, прямо так скажем. И рано или поздно этот ребенок, даже если он не в Чите родился, а где-нибудь в джунглях Амазонки, и там нет христианских миссионеров, у него есть совесть, у него есть сердце его собственное, и какие-то взаимоотношения с Богом у него тоже есть. Господь, может быть, не будет от него ожидать таких же успехов, как от преподобного Сергия Радонежского, в его духовной деятельности, таких аскетических подвигов, вот такой вот молитвы, вот таких вот дел. Да, он ничего не знал о Христе, он не слышал о Евангельской проповеди, он еще что-то. Но если у него душа чистая, Господь его, может быть, и примет к себе. То есть, нет, у нас, понимаете, эти стартовые условия для вас имеют значение, потому что вы представляете себе жизнь как некий процесс, процесс достижения какого-то результата. Христос сказал, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот главный результат. Но он вообще недостижимый, неважно, с какого позиции ты стартуешь. То ли ты стартуешь с позиции сына священника в десятом поколении, то ли ты стартуешь с позиции сына алкоголика в десятом поколении. Разницы вообще нет никакой. И то, и то. Потому что цель настолько высока, что разница позиций ничтожно мала. Я просто почему сказал о миссионерстве? Потому что мне казалось, что, по крайней мере, это некая хорошая мотивация, оправдание. Потому что лично я считаю, что традиционно индуизм не миссионерский. То есть никто не пытается кого-то куда-то обращать. Традиции такой не было никогда. То есть она появилась, собственно, с западной вот этой версией. И, может быть, в Индии 500 лет назад, когда появилась уже некая конкуренция философская, нужно было последователей как-то отбивать друг у друга. Потому что именно по этой причине, что если здесь у человека как бы одна жизнь, она очень ценность, сверх ценность получается. И его нужно как-то в этой жизни обязательно как-то приобщить. А то там, то это рассматривается как некая череда жизни. И человеку что-то дали, но не принял и Бог с ним. В следующей жизни повезет больше. Поэтому что его заставлять? Кришнаизм современный, мне кажется, самая глобальная, не беда, а трагедия и индийского философского наследия, то, что оно пришло на запад таким вот образом, как оно пришло. То есть, скажем, кришнаитская миссионерская деятельность – это ужасное зло, это ужасное разрушительное зло, потому что великое знание, ну, с моей точки зрения, я не говорю, что это все должны принять, с моей точки зрения, великое знание, которое доступно должно быть людям подготовленным, которое доступно должно быть людям, ищущим искренне, которые действительно хотят. Его приехали и раздали. То есть, обезьянам раздали гранаты, грубо говоря. То есть, граната – это такое вот… Ну, они сказали, вот дерни за чеку эту гранату, она взорвется, и ты очистишься. Потому что это великая граната, великая духовная граната. А что стали делать западные люди? Они стали эти гранаты кидать в других, понимаете? То есть, поскольку… И вот поэтому мы видим то, что мы видим в миссионерском смысле у кришнаитов. То есть, обезьяны кидают гранаты в других просто. Вместо того, чтобы самим очищаться нормально, они кидают их в других. И получается хаос, неразбериха. И когда тебе человек идет, никого не трогает, а тут ему сзади в затылок граната прилетает великого духовного знания, он иногда как бы напрягается от этого. И вот я просто сегодня, когда думал, о чем говорить, я перечитал в Бхагавадгите один момент очень интересный. Там есть такой стих в Бхагавадгите для тех, кто будет слушать из кришнаитов, а будут слушать. В Бхагавадгите 3 глава 29 текст. Там Кришна сам, вот сам Кришна говорит, что невежественные люди, они склонны заниматься какой-то такой деятельностью, которая им ближе, скажем так, простыми словами. То есть, они не стремятся к каким-то высотам. Вот они просто погрязли в этом всем и занимаются вот этой невежественной деятельностью. Но мудрый человек не будет их трогать, он не будет их беспокоить, потому что перекликается с этой метафорой метать бисер перед свиньями. То есть, они потопчут это все, и они еще хуже себе сделают. То есть, не надо метать бисер это. И дальше происходит очень интересная вещь. Комментарии от Рупада, основателя общества Саддани Кришна, он пишет, что действительно все, он весь комментарий пишет, что да, не надо, это как-то все действительно странно, но лучше заниматься своим очищением. Но потом идет волшебный вот этот момент, почему я кришновидскую философию, я долго думал, как ее назвать, броско, я придумал. Это философия тысячи но, то есть, которая все оправдывает. И вот он потом говорит, сам пишет, что не надо, а потом, но слуги Бога добрее самого Бога, поэтому они все равно пойдут и ко всем пристанут, короче, даже если он бросит этого не делать. Вот так вот, да? Да. А вот, кстати говоря, вот вы сейчас упомянули о том, что жизнь, получается, жизнь человека в христианстве, она невероятно ценна, потому что она единственная и неповторимая. А жизнь в хришнаизме и вообще в индуизме, она обесценена до предела? Ну, не совсем так. То есть, считается, что человеческая форма жизни – это, ну, ценный дар. В любом случае это ценный дар. Потому что, ну, если как бы не использовать ее правильно, человеческую форму жизни, то пойдешь, собственно, по животным формам весь круг дальше, да? То есть, поэтому этот шанс, который выпадает, ну, может быть, не так часто, это как зеро, может быть, на рулетке, да? Вот он выпал, этот шанс, и надо как-то вот его использовать. Если человек его не использует, ну, например, он ведет животный образ жизни, ну, то есть он ест, спит там, ну, делает все то же самое, что делают животные, не интересуется никак развитием, ничем. И будешь Баобабом тысячи лет, пока помрешь. Зачем ему тело человека, возникает естественный вопрос, да? То есть, вот, пожалуйста, есть замечательные другие тела, так сказать. То есть, ценность есть, но при этом есть понимание, что всегда есть еще один шанс. И не один шанс, да, то есть всегда можно исправить что-то. Ну, в рамках кришнаизма, в рамках вообще всех, так сказать, жизней, да, ценность есть, но в принципе, по сравнению с тем, что предлагает христианство, которое возводит в абсолютную ценность, все равно эта ценность очень-очень низка, по сути дела. Да, есть еще шансы, еще. Ты сейчас в этой касте родился, потом немножко другое, у тебя будут другие условия, более лучшие, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ценность жизни иная. Ну, по сравнению с кришнаизм, безусловно, это, безусловно, так, да. Ну вот, получается, история такая, что жизнь в кришнаизме обесценена, по сравнению с христианством, да. Тело в кришнаизме обесценено по сравнению с христианством. У нас Христос воплотился, Он принял на Себя наше человеческое естество со всеми его слабостями, немощами, болезнями, недостатками. Таким образом, Он наше человеческое естество обожил и дал нам возможность приобщиться к этому божеству не только нашей душой, нашим каким-то внутренним Я, живое существо. Так вы, кажется, это называете? Но и вообще все естество обожено. Это гораздо круче получается, чем в кришнаизме, нет? Это спорный вопрос, потому что, ну, как бы, вы в своей традиции, ну, христиане, то есть, ну, вам кажется, что это круто. То есть, ну, я, как бы, не вижу смысла, вот, допустим, в своей цепляться за это тело. То есть, ну, что у меня в этом теле, так сказать? Ну, как бы, что у него такого ценного особо, да? То есть, ну, может быть, да, там, в данном воплощении у меня там, может быть, интеллект какой-то есть, там, да? Ну, может, что за него цепляться? Ну, как бы, я не знаю. Вот. А, кстати, вот давно хотел спросить, вот, как бы, в каком возрасте тело будет воскрешаться по традиции христианской? То есть, там есть какой-то образ? Или это как? Нет, ничего не известно. Наверное, что-то будет среднее. Наверное, что-то среднее, как я себе это представляю. Потому что, ну, кто-то умер в младенчестве, там, да, вот, не развился, но он в пеленках лежал, грубо говоря. И что же он таким и будет, что ли, беспомощным младенцем? Я думаю, что Господь развернется у человека всех людей до какого-то состояния, вот, ну, в среднем, вот, и даже те, которые младенцы, наверное, они будут как-то, вот, ну, я говорю так, развернет Господь, развернет их, да. Вот, до какого-то там, ну, условно говоря, среднего возраста, там, и все примерно одинаково будут. Речь о глобальном чуде таком, да, то есть я понимаю. Ну, вот это мне всегда было трудно принять, потому что, ну, я, как бы, с уважением к этому всему отношусь, да, то есть я выслушиваю, это мне-то интересно, безусловно, как бы, я не пытаюсь спорить, но, ну, как бы, с моей точки зрения, это не дает ответа. Вот я, поэтому, вот, означаясь к первому вопросу, почему меня не устроило, там, вот это, не устроило. Потому что я не вижу, как бы, полноты ответа. Ну, то есть для меня это не объяснение, вот, как устроено. Еще в кришнаизме, вот, насколько я понял, да, отношение такое, что ты должен, ну, что-то улучшить, да, вот, через йогу, там, еще какими-то делами, что-то должен-то там улучшить в себе, потому что ты в том состоянии, в котором ты пребываешь, оно не самое лучшее, которое может быть. Ну, это и в христианстве, казалось бы, тоже так есть, то есть мы, действительно, у нас аскетика, мы постимся, мы трудимся. Люди некоторые уходили в монастыри для того, чтобы там предаваться аскетическим подвигам и молитве. Но вот этот уход в монастыри и прочее, и прочее, вся эта аскетика, она не от того, что мы весь этот мир воспринимаем пессимистично. Мы этот мир не воспринимаем пессимистично, потому что, опять же, Христос родился, Он к нам пришел, Бог к нам пришел в наш мир. Не на какой-то там планете райской, где-то там, духовной планете, а Он сюда, к нам пришел, родился в Вифлееме и Творец неба и земли всей Вселенной. Вот Он воплотился, и, собственно, этот мир воспринимается позитивно. Это хорошо. Мир – это хорошо. Материя – это хорошо. Тело – это хорошо. Красота, которая нас окружает – это хорошо. Мы можем ей любоваться, без страха прилепиться душой к этому и потерять возможность после смерти покинуть. Я думаю, у кришнаитов можно ли любоваться красотой, красотой природы, например? Да, это хороший момент. То есть это тоже объединяет. Что такое вообще традиция, будем называть ее ведически, хотя термин такой заезженный не очень мне нравится. То есть там путь живого существа, духовный путь вообще разных живых существ рассматривается как лестница. То есть не как некий антагонизм. Вот есть плохое, есть хорошее. Как бесконечная лестница, где каждый на своей ступени находится. И красота природы, и вообще красота творения – этому тоже советуют отдавать должное. Потому что там есть даже в Гите целая глава, где Кришна перечисляет, что из водоемов я океан. То есть когда ты приходишь к океану, ты сразу вспоминаешь, что он по величию похож на Бога. То есть такие моменты рекомендуются. Единственный смысл – видеть во всем Бога. То есть видеть за всем Бога. То есть мы видим красивый рассвет или закат – это как улыбка Бога. То есть мы видим океан – это могущество Бога. Мы за этим видим Бога. То есть его творение, он в этом творении показывает нам некие аспекты своего могущества, красоты и могущества в разных проявлениях. Но при этом, при этом, при всем, мы прекрасно должны понимать, как я уже говорил, что это тело приносит много страданий. То есть мы болеем, умираем, куча всего. То есть нет смысла любоваться этим вечно. То есть все равно есть что-то более высокое. То есть материальный мир считается отражением, искаженным отражением настоящей реальности. То есть есть настоящая реальность, к которой нужно стремиться. То есть в этом философии. Но при этом должное нужно отдавать. Потому что все равно это творение Бога. То есть это не просто кто-то пришел, навалил чего-то. Это Он создал. Такая-такая атоматика тоже здесь. И у нас получается, да, все-таки красотой любуетесь. Все-таки не отвергайте это. При этом видите за этим творца. Да, это и у нас тоже есть. Потому что небеса поведают славу Божию, творение Жирукуева возвещает твердь. То есть все, что Господь сотворил, несет на себе отпечаток Его творческой десницы. И все, что сотворил Господь, все хорошо весьма. Зло, которое существует, оно привнесено в этот мир, можно сказать, ниоткуда. То есть это уже, собственно, поступок человека. Что такое зло в нашем христианском понимании? Поскольку Бог есть источник света, жизни, любви, добра. Бог и Сам есть и любовь, и доброта, и святость. Он Сам по Себе вот это все есть. Любой уход от Бога – это и есть, собственно, зло. Это подобно тому, как есть, например, источник света. Если ты уйдешь от этого источника света, ты попадаешь в тьму. То есть, по сути дела, тьма – это отсутствие света. Так и здесь. Зло – это уход от Бога, от добра в какой-то абсолютной ноль, ближе туда, в ту сторону. Так вот, когда человек сознательно пошел против Бога, он фактически отверг свет, отверг святость, отверг доброту и попадает в область тьмы. Отверг жизнь, попадает в область смерти. То есть, Бог зла не сотворил, греха не сотворил. Весь мир, сотворенный Богом, он совершен, он свят и он прекрасен. Поэтому мы можем им любоваться и позитивно к нему относимся, не считаем землю. Кстати, этот момент у Вас тоже интересный. Земля – некая серединка между мирами адскими и мирами райскими. Есть некие более лучшие, есть более худшие. А мы здесь где-то в середине находим, потому что здесь есть и то, и то. Интересная мысль, но у нас воспринимается здесь немножко по-другому. Для нас вот эта жизнь – это уже начало либо рая, либо ада. Ты сам начинаешь либо рай, либо ад в своей собственной душе, в своем собственном сердце здесь и сейчас. И если ты здесь начал рай, то потом, покидая этот мир, ты рай и наследуешь, и у тебя будет жизнь вечная, райская. Если ты здесь уже начал ад, то там он и продолжится уже в своем максимуме. Поэтому здесь у нас тоже есть рай и ад, но не так воспринимается, как у Вас. Почему-то Вы воспринимаете рай и ад, и, может быть, я ошибаюсь, как внешние условия жизни. Есть всегда внешняя сторона и внутренняя. Я согласен. Я сказал о внешней стороне. Есть конкретные планеты. Они как земля, только там рай. А есть планеты, там ад, ну, образно говоря. Они как бы материальные, эти планеты. Но внутри, действительно, как Вы справедливо сказали, внутри – это человек микрокосом. То есть внутри у него тоже есть и зло, и добро, и там все у него есть. То есть в сознании происходит то же самое. Поэтому есть как бы понимание буквальное, скажем, в Писании, а есть понимание аллегорическое. То есть когда там говорится, допустим, о битве на Курукшетре, которая описана в Бхагавадгите, можно воспринимать это как некое прямое. Была битва, они что-то бились там. Но при этом это может восприниматься как аллегория. Что это все происходило внутри живого существа, в сердце живого существа. То есть все вот эти вот враги – это его грехи, его какие-то дурные наклонности. То есть это можно рассматривать именно так. Это и надо так рассматривать, на самом деле. Это как вот у мусульман. То есть есть джихад, джихад – это не пойти же там взорваться где-то. Это борьба с собой. Борьба со своими страстями, с грехами, со своими пороками. В классическом исламе это так. А это уже радикализм, это уже другая история. Стремление к совершенству. Получается так, что действительно нам Христос открывает бесконечную перспективу стремления к совершенству. Он говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Он показывает нам, что ты можешь бесконечно совершенствоваться. Причем начало, ты полагаешь, в этой жизни, наверное, продолжение будет следующее. Там тоже ты будешь восходить от славы к славу и все больше как-то полнее постигать Творца. До конца достичь невозможно. Ты не в силах до конца это все осознать, вместить. Это бесконечная перспектива. А у вас совершенство это не столько постижение Кришны, сколько очищение себя от пыли накопившейся, очищение кармы? Я объясню. Тут принцип немножко другой. Есть понимание, что мы уже изначально частицы, мы вечные, блаженные, мы частицы Бога. Мы обладаем его качествами, но в маленькой степени. Мы не можем с ним сравниться. Вы правильно тоже сказали. То же самое. Мы не можем до конца его никогда понять. Никогда не можем приблизиться к нему полностью. Но мы имеем одну и ту же природу с ним. То есть как бесконечно малые его частицы, личности. У нас есть с ним отношения. Такая философия. И очищаемся мы только для того, чтобы получить возможность тоже уже без обусловленного вот этого тела, в изначально своем теле духовном, в чистом виде, бесконечно заниматься отношениями, развивать, пытаться постичь Бога. То есть у кришнаитов это немножко выражено более в таком, скажем, может быть, странном виде для людей. И я сейчас почему-то, допустим, немножко стал пересматривать свои взгляды. Меня не очень устраивает то, что предлагает именно бенгальский кришнаизм как конечную цель. То есть мне это не так интересно. То есть мы можем об этом поговорить, если есть возможность, если еще есть время у нас. Вот. То есть конечная цель вот именно вот этой версии кришнаизма, бенгальской версии, то есть высшее, вот самое высшее состояние, которое может испытать человек, ну живое существо, это вечная разлука с Богом. То есть это состояние, в котором ты никогда с ним не встретишься. Но при этом ты чувствуешь огромное блаженство от этого, потому что ты всегда погружен в это. То есть в кришнаистских книгах пишется, что вот Кришна, когда был во Вриндаване, это вот место, где, собственно, он родился и где проходили его множество, где он провел какое-то время, когда вот он воплощался. Ну, не воплощался, а приходил на землю. И у него были там отношения с женщинами, пастушками, которые его любили и с которыми он занимался там разными эротическими танцами и так далее. Вот. И говорится, что в какой-то момент уже потом он покинул этот Вриндаван. Он ушел в другое место, там женился, и вот эти его подруги, брошенные им, да, они настолько были к нему привязаны, и при этом они прекрасно понимают, что никогда его больше не увидят. И говорится, что они когда просто об этом думали, они замирали просто как камни, и только слезы как-то текли у них, да. Вот. Вот это вот высшее состояние в кришнаизме. То есть это вечная разлука с Богом. То есть ты с ним получил какое-то общение и больше никогда его не увидишь. То есть ты должен вот в этом... Это вот такой вот, понимаете, духовный такой... Мозохизм какой-то. Мозохизм, абсолютно, да. То есть полный мозохизм. То есть вот это вот высшее совершенство кришнаитское. В кришнаитской традиции вот выше этого нет ничего. Випраламх это называется, любовь в разлуке. Это одна из школ или это прям... Ну, это вот бенгальский кришнаизм. Вот та традиция, которую представляют западные кришнаиты. Ну, в какой-то степени. Вот именно вот эта традиция. А другая альтернатива какая-то есть? Или этого совсем так все плохо? Есть альтернативы, да, безусловно. Есть более, так сказать, умеренные школы, да, совершенно другие. То есть, ну, как бы, чтобы вы понимали, Кришна же, он как бы вот считается верховной личностью Бога. Это именно в традиции кришнаитов, да. Есть еще ващнавы. Ну, вообще, Кришна называют ващнавы. Ну, в принципе, да, принято называть. Ващнав – это тот, кто поклоняется Вишну. Вот Вишну – это Бог-творец. Это, так сказать, нормальный Бог такой, да. Вот как вот люди себе его представляют. Он великий, он, значит, творец. Он абсолютно велик. Нету никаких сомнений, что вот он Бог и все такое. Ну, это трудно объяснять долго. Ну, принцип такой. Вот как Бога воспринимает среднеэстетический человек, да. Вот такое. И большинство ващнавы в Индии поклоняются именно Вишну. То есть, там храмы Вишну. То есть, именно вот в этом молитвенном настроении, что вот Бог, ты великий. Ну, это называется вот такое вот настроение вот возвышенное такое, ну, что вот величие Бога. И их конечная цель попасть на эти духовные планеты, где вот этот Вишну, Господь Вишну, именно такое положение занимает. Вот он, все знают, что он Бог. Все. Точка на этом. Но с Кришной так не получается. То есть, в традиции Кришнаизма Вишну это замечательно, да, отлично, все хорошо. Но он, опять философия тысячи но, то есть, да, он исходит из Кришны. А кто такой Кришна в традиции бенгальского вишнаизма? Это абсолютный самодур, то есть, верховная абсолютная личность, которая, ну, делает все, что хочет. То есть, он разбивает любые, ну, так сказать, чувства, да, своих преданных, любые их сердца, то есть, любые их эмоции. Он питается, по сути, эмоциями. То есть, я как раз вот, ну, как бы анонсировал, да, вот эту аналогию красивую. То есть, есть же вот наш любимый писатель Пелевин, который, ну, действительно, он очень глубоко знаком, кстати, с вишнавской традицией, то есть, он общался с людьми-носителями, скажем так, этой традиции. Я совершенно уверен, что в своей книге он написал вот это вот, у него такая вампирская сага, есть двухтомник такой замечательный, там, вселенная вот этих вампиров. И он положил в ее основу именно вот эту вот гаудия бенгальского вишнавизма, так сказать, догмат. То есть, в чем там суть? То есть, есть некий в его книге, есть некий верховный вампир, да, который питается, ну, я упрощенно говорю, питается эмоциями, эмоциями людей, не кровью, эмоциями. И поэтому вампиры, они чем занимаются? Они не то, что там поймали кровь, кровь выпили. Они провоцируют людей на эмоции. То есть, неважно, хорошие, плохие, не суть важна. Важно, чтобы были какие-то эмоции. И этим питаются. И вот здесь вот Кришна, как, ну, главное божество бенгальского вишнавизма, он в этом смысле совершенно идентичен. Все, что он хочет, это эмоции. Любых. Лишь бы максимально вот прямо, чтобы у человека живое существо штырило. А вопрос такой, а ему зачем это надо? Он же, ну, велик, он, мы мелкие муравьи по сравнению с ним. Для чего это? Вот поэтому я и задаюсь этим вопросом сейчас. То есть, если раньше, ну, принимаешь это на веру, ну, вроде как сказались, что так оно и есть. Ты говоришь, ну, окей, так и есть, ну и хорошо. Ну, что сделать? Не задумываешься особо. А когда я стал задумываться, я понял, что я не хочу быть таким садомазохистом. И я не хочу служить садисту, который, ну, по сути, наслаждается вот такими эмоциями. И пусть, как бы, это приносит наслаждение живому существу, но я не хочу так наслаждаться. То есть, я не мазохист, да, то есть, мне вот это неинтересно все, да. Вообще-то, да, это очень странно, совсем очень странно звучит, выглядит прям. Ну, понимаете, кришнаиты сейчас будут кидаться там в меня помидорами гнилыми, скажут, ты ничего не понял вообще, ты столько лет, ты ничего не понял. Это вы ничего не поняли. И я начал именно с этого, что есть некая философская база, да, вот, ну, как бы, которая общее представление, она общее для всех. А вот то, что на этой базе выросло, извините, вот, именно бенгальская версия вот от того, что выросла, мне не очень нравится сейчас. Потому что там именно вот этот садомазохизм. И если кто-то будет спорить, говорит, что ты там что-то не то говоришь, это все не так, это все так. Просто я говорю это теми словами, которые вы не привыкли слушать. Вам говорят это, ну, в санскритских терминах, да, там, объясняют этой философией тысячи но, да, вот это все. То есть, ну, вот, как пример объяснения. То есть, почему, ну, все, естественно, спрашивают, а почему вот Кришна когда ушел, почему Кришна вообще ушел от этих своих возлюбленных? Ну, естественно, вопрос. Почему ушел? Вопрос. И ответ такой. На самом деле он ушел. Но, как бы, волшебное но, на самом деле не ушел. То есть, на самом деле он там вечно пребывает. То есть, руками развести. А что же они так каменеют, извините, да. Но это непостижимо. Ну, это, как бы, второй момент, который объясняет все. То есть, если но не хватает, то, значит, это непостижимо. То есть, вообще, не забудьте, не парьтесь. Вы все равно ничего не поймете. Непостижимо, да. То есть, вот так. То есть, по сути, вот эта вот традиция, ну, она вот, именно такая садомазохистская. Очень сильно. И вот основатель бенгальского вишнавизма, Ши Чайтани Махапрабу, Господь Чайтани, он как раз в этом состоянии випраламхи, разлуки с Богом и пребывал в большую часть своей жизни. То есть, он написал всего восемь стихов. Ну, то есть, вот, обычно пишут книги, да, там, ну, как-то. Он считается Богом. То есть, воплощение Кришны. Вот сам Кришна приходил, считается, да. Вот, кстати говоря, вот, а что значит воплощение Кришны? Что это означает? Ну, вот, например, когда мы говорим, что Бог воплотился у нас в христианстве, да, то мы воспринимаем это не так, что Он надел на себя некую маску, некое тело, что ли. Он, как вода в стакане, поместился в некое тело человеческое, и там пожил, побыл, а потом опять ушел. Мы воспринимаем это, что Он соединился, ну, совсем соединился. То есть, это вот Он не слитно, не раздельно, не разлучно, неизменно. Вот Он в единое существо, в единую ипостась слился. Ну, да. А у Вас как это провозглашается? Что значит воплотился? Ну, у Кришнаитов, да, вот это вот тоже такое философское противоречие некоторое, да, то есть, ну, инкарнация, да, это латинское, латинские корни имеют инкарна, воплоти, да, то есть, вот, инкарна – плоть, да, то есть, инкарнация. Но Кришнаиты не признают, что Бог обретает плоть. То есть, считается, что Он приходит в изначальной форме своей, то есть, духовной. То есть, Его тело, мы видим, вроде оно ест, спит, ну, ходит, двигается, но это не материальное тело. Оно сгустилось как-то на время, да, или как-то? То есть, это непостижимо. То есть, я Вам отвечу как бы, как Кришнаиты отвечают. То есть, это непостижимо, но это так. А он рождается от какой-то женщины, или он просто, оп, и пришел? Обычно, как бы, есть некая, ну, как бы, номинальный процесс рождения, номинальный, но на самом деле он не рождается. Ну, опять же, вот философия тысячи «но». Он рождается, но он не рождается. То есть, вот, именно так. То есть, это вот все так и объясняется. Вот, чтобы это выглядит смешно, наверное, да, но вот именно так вот эта вся философия выстроена, да, то есть, как бы, любой противоречия, ну, то есть, он родился, но не родился. И, допустим, вот говорится, что Кришна любит всех, но он равно относится ко всем. Ну, Бог равно относится ко всем, но своих преданных он любит особо. То есть, вот вся философия на этом выстроена, поэтому, конечно, возникает много вопросов. Ну, вообще, я вот слушаю Вас все это время, и у меня действительно складывается ощущение, что в Кришнаизме много чего нащупано, так сказать, идей, ну, в принципе, разумных, имеющих зерно рационального. Но они какие-то, по сравнению с тем, что в христианстве они какие-то обесцвеченные или обесцененные, или еще что-то. Вот даже воплощение. Или у нас там Бог воплотился, только воплотился, так он, извините меня, по полной программе, что называется. То есть, он реально воплотился полностью, так сказать, без остатка. Он не сгустился просто до некого состояния, что его можно потрогать, не казался миражом, не воспользовался телом человека, вселился в него, а потом ушел. Он реально воплотился, жил, причем он испытывал эмоции, он там плакал, он там грустил, гневался. То есть, у него все это было, и потом страдал на кресте, это тоже божество пришло для нас спасать. Оно для нас сделало то, что никто даже помыслить, подумать не мог. Жизнь наша тоже кажется нам абсолютной ценностью, потому что она одна неповторимая. Тело мы тоже воспринимаем не как одежду, которую мы меняем, перевоплощаясь, а воспринимаем материальное наше существо как нечто, что тоже станет наследником Царства Божьего, тоже войдет в рай, потому что Бог соединился с материей, воплотился. В кришнаизме всего этого нет. Но там немножко другая система. То есть, опять же, все это исходит из масштаба. То есть, христианская философия сводится к некой одной жизни, это очень важно. Там масштаб другой, понимаете? Там масштаб мыслиться миллионами лет, миллионами воплощений. И поэтому воплощение Бога, они приходят на Землю регулярно. Регулярно они приходят. Или это сам Бог приходит, либо кого-то отправляет, какого-то спутника своего. Он того получает тело. Это инкарнация. Какой-то спутник реально получает тело человека и великий проповедник, например. То есть, рассматривается как бесконечная череда воплощений Бога, который просто приходит время от времени, чтобы напомнить людям о себе. Масштаб, масштаб. Я бы не сказал, что у нас масштаб меньше. У нас масштаб вселенский, ничуть не меньше вашего. Тоже бесконечная вечность. Просто восприятие всего этого, оно абсолютно иное. И я бы хотел подчеркнуть, что у нас многие люди, услышав идеи кришнаизма, например, или вообще индуистские какие-то идеи, в частности, реинкарнация, в частности, карма, еще чего-то, переносят это все на свою жизнь, при этом продолжая считать себя христианами. Но это не стыкуется никак. Потому что разница в мировоззрениях колоссальная. Ты либо кришнаит, либо христианин. Как-то серединка, я не вижу возможности как-то все это совместить. Потому что оно в глубинах, в принципах, разное. Отношение ко всему вообще. К жизни, к смерти, к самому себе, к Богу, к материальному миру. Вообще, принципиально разные вещи. А вот это вегетарианство, кстати, я прошу прощения, такой скачок в сторону. И давайте будем закругляться, наверное, уже. Оно тоже берет свои корни от того, что перевоплощения идут. Те животные, которые живут, это тоже те души, которые пока еще находятся на, может быть, каких-то низких ступенях. Или скатились туда, или поднимаются постепенно. Поэтому мы их и не едим. Так? Ну, просто, понимаете, вот в этой традиции, традиции вет, нет запретов вообще. В принципе, запретов нет. Есть рекомендации. То есть, там говорится так. То есть, если ты хочешь себе добра, вот будь добр, там, ну, не убивай животных, например. Да, то есть, удовольствие себе какой-то пищи, которая, ну, не требует крови, да, при ее. Если, как бы, ты, ну, к этому относишься как-то попроще, ну, убивай. Ну, убивай хотя бы, проводя какие-то жертвоприношения. Ну, то есть, более упорядоченно. То есть, не надо вот ради удовольствия это делать. Знаете, как вот на охоте, там, тысячу уток убьем, там, да, так сказать, пусть они все сгниют, но мы там… Ну, тут это не одобряется. Хотя, ну, скажем, цари в те времена, ну, описанные даже в этих петрах, писаниях, они охотились, ну, чтобы набить руку и так далее. То есть, тут много противоречий таких. Вегетарианство, оно важный аспект, но оно важно именно для людей, которые всерьез идут дорогой очищения. Для обычных людей, ну, для, скажем, людей, которые, ну, не особо этим заинтересованы, там нет таких строгих вот прям запретов и так далее. Ну, да, коров нельзя убивать, потому что, ну, это мать, это священное животное, там целая философия, об этом можно потом поговорить, но это отдельная тема, длинная. Ну, в принципе, ну, вегетарианство для тех, кто идет путем йоги, потому что идти путем йоги и не быть вегетарианцем невозможно. То есть, очищаться нужно, если очищаться, то очищаться уже как бы всеобъемлюще. Даже с точки зрения чисто вот, ну, как же, пользы для тела, что легкость некая, да, ну, так далее. То есть, это важная вещь. Ну, не секрет же, что, скажем, монахи, у них своя диета несколько, да, потому что у них есть стиль жизни другой, да. То есть, они то, что там мясо не едят, например, да, ну, скажем так, да. Насколько я знаю, христианские монахи. Ну, христианские, да, это тоже некая по большей части традиция, да. Потому что есть в той или иной степени варианты этой традиции. Но распространенная традиция, да, мясная пища исключается, рыба иногда считается вкушается, иногда не вкушается, в зависимости от строгости поста. Потому что пост, он неравномерный. Он не вот, что там, вот, пост – это пост, и все. Нет, он бывает строже, бывает слабее, он разный. Поэтому здесь иногда рыба является постным блюдом, а иногда скоровным. То есть, такой-то переходит. Ну, в этом и смысл, о чем я сказал, что это некая рекомендация для тех, то есть, очень серьезного отношения. А мотивация для чего? Чтобы, ну, как бы, жалость к этим зверюшкам? Или это, потому что мясная пища утяжеляет, там, твое тело, или что? Что? Мотивация какая? Лично моя мотивация была очень простая, как бы, то есть, она была эгоистичная. То есть, это просто для собственного ощущения. Вот, я, как бы, перестал есть мясо просто потому, что я понимал, что, ну, мне это будет вредить. Я думаю, у большинства такая же мотивация. Я, вот, не особо верю вот в эти все сказки, что, там, типа, собачку жалко, коровку жалко, там. Ну, это, естественно, жалко. Ну, как бы, зачем их убивать, да? Ну, они, конечно, разумные. То есть, понятно, что нет смысла в этом. Но это не единственное. То есть, мы же, ну, настолько переживаем сильно, что не ложимся же мы, там, на пороге мясокомбината, чтобы, типа, ну, знаете… Остановить убийство животных, да. По лицемериям. Мы так говорим, что я жалею животных, поэтому я их не ем. Ну, это как-то лицемерно, потому что, если я бы действительно так себя чувствовал, я бы сейчас с вами здесь не сидел, я бы стоял в одиночном пикете, там, где-нибудь у мясной лапки, да. То есть, ну, зачем лицемерить-то? Я вегетарианец только для себя. И я добавлю, что где границы? Если человек может и в дерево воплотиться, ну, душа там, да, может и в дерево воплотиться, получается, даже и плоды из этого дерева, или там трава, которая растет, или кузнечики, которые стрекочут, это тоже есть нельзя, потому что это тоже… к ним тоже жалость какая-то может быть. Безусловно, безусловно. То есть, вот почему-почему? Это все правильно, справедливо. Но есть, безусловно, некая иерархия, да, то есть, по уровню проявления сознания. А где уже можно, а еще, а где границы критерий, в чем? Ну, можно то, что разрешено в писаниях. Ну, то есть, там есть некие рекомендации. Я сказал, есть рекомендации, что вот вы можете, ну, в идеале, да, вы должны вот питаться вот так, ну, рекомендация. Именно плоды, зерно, так сказать, и причем все это тоже, ну, это тоже некое убийство, безусловно. Там тоже есть живое. И поэтому все это нужно предлагать Богу, как жертву. И после этого употреблять в пищу. То есть, в этом идее. То есть, не то, что мы просто берем сами, там, ну, взяли там, морковку вырвали и загрызли ее насмерть, да. То есть, эту морковку мы, как жертву, предлагаем Богу, например, сначала. И он это одобряет. То есть, есть вот это прямое на это одобрение. То есть, специально. Вот как. Понятно. Ну что ж, подводя еще раз некий итог, вот я для себя что услышал? Я услышал взгляд изнутри на вот этот вопрос, что такое реинкарнация. И вот то, в чем эта идея существует. Это отношение к жизни, отношение к миру, восприятие этого мира, восприятие Бога, восприятие себя. Что такое человек? Человек, получается, это то, что во мне. Когда я говорю «я», я могу сказать, что у меня болит тело. Но я не могу сказать, что у меня болит душа, потому что я и есть душа. Восприятие человека – это что-то внутреннее, а тело – это что-то внешнее. И, в принципе, пессимистичный взгляд на жизнь, на мир, желание освободиться от всего этого безобразия, все эти перевоплощения остановить. И на этом желании базируется вся аскетическая практика. Но все это никак не сопоставимо с христианством. Христианство предлагает другое. Кстати, а как Кришнеид относится к христианству и к христианам вообще? Как воспринимает блаженных, которые не поняли вообще сути? Это все индивидуально, конечно. Но если взять наиболее распространенные догматические отношения – это, скажем, братья наши меньшие. Они, конечно, хорошие люди, искренние христиане, безусловно, хорошие. Про упада он говорил, что Христос – это наш гуру, что Христос пришел научить людей. Это все официально так говорится. Но на деле все сводится к тому, что какие же они… Вроде есть истинные, конечно, но они же мясо едят. Вот это все. Они говорят о любви, а я убиваю живых существ. Такое отношение, что вроде неплохие люди, но лицемерные чаще всего. Но официально все будут говорить, что это истинное, все правильно. А подождите, а вот то, что я говорю, это что? Разве Кришнаид может с этим согласиться? Я вот говорю, что, например, Бог воплотился, например, Он принял на себя человеческое естество. Ну, Кришнаиды, какие бы они ни были, даже западные, это все равно часть, пусть там и корявая, и немножко уродливая, но часть все-таки вот этой великой, очень толерантной индуистской традиции. То есть там же тоже очень много противоречивых школ, но никто ни с кем не воюет. То есть все относятся друг к другу с уважением. То есть, знаете, как есть вот хороший пример, он не совсем кришнаидский, но он буддийский, но тем не менее. То есть о чем говорили представители разных буддийских школ, собравшись на собрание? Пить чай. Они говорили о чае. Да, вот этот подход такой, понимаете, то есть как бы принимаются все. То есть можно с этим не соглашаться, но можно относиться с уважением, как бы, ну и считать, что, в общем-то, это тоже некий путь. Вот именно так. То есть толерантность, она очень высокая в этом смысле. Толерантность. Ну, как бы такая спокойная, философская взгляд такой, ну ничего, через тысячу перевоплощений поймешь, дойдешь, ну не страшно. Ну, пока ты так думаешь, потом тебе истина откроется, ты просияешь. Ну, то есть, нет, опять же, у всех по-разному. Ну, в целом, ну, в целом, да. В целом, позиция как бы усредненная такая. Вот если брать усредненную позицию, она именно такая. Да, да. Что, ну, как бы искренне, искренне свое получит. Вот так. Ну, это к людям. А к самим идеям не может быть такой толерантности, согласия, принятия? Нет, идеи, конечно, не принимаются. Ну, в том плане, что вот я, как бы, ну, как принять, значит, следовать, правильно? То есть, ну, вот принять. То есть, я могу принять, как бы, ну, с уважением, выслушать, ну, так сказать, понять, осмыслить это. Но по-настоящему я их приму, если я буду следовать. Вот так. Конечно, в таком смысле никто не принимает. И когда кришнаиты говорят, что Христос – это тоже типа воплотившегося Кришны, еще одна реинкарнация там его, то это, ну, как это, как это, как это нам, как это мы слышим, как это вы слышите? Да, он воплотился, ну, да, да, Иисус, безусловно, это, как бы, в традиции кришнаэтики – это просто гуру, да, так сказать, сын Бога, да, сын, безусловно, который пришел в определенное место проповедовать определенным людям. Да, но его неправильно поняли. Нет, его поняли правильно, потому что он иначе не мог, как бы, ну, он говорил очень простые вещи, ну, потому что, ну, что могут эти, так сказать, козлопасы там и рыбаки понять вообще, да? Пролетарии, вот эти, палестинские, то есть, в этом идея, то есть, поэтому он говорил очень простые вещи, не раскрывал им всего, намекал там иногда, они и этого не поняли, еще его прибили, значит, гвоздями кресту, ну, то есть, вот, на радостях, что, типа, вот, такое отношение, что вот он воплотился именно там, чтобы дать вот именно вот этим людям с таким вот маленьким сознанием, узким, вот, хоть что-то, вот, хоть как-то их немножко, вот, сдвинулся. Да, но они все равно до конца вообще не поняли, а те, которые поняли, они все равно привнесли какие-то там идеи, которых он, по сути дела, не говорил. Да, очень. В частности, даже его собственный приход они восприняли не так, как он это реально был, потому что он воплотился в том смысле, как, например, Кришна воплощался, то есть, ну, сгустился там, номинально как-то, да, воплотился, а христианская церковь проповедует, что Бог реально соединился с материей, да, то есть, Бог реально воплотился. Нет, вот здесь, именно вот в случае Христа все охотно признают, что он получил тело, безусловно, тело было, ну, то есть, это все признают, потому что все-таки он не Бог, а Сын Бога, то есть, это такое же живое существо, как мы, грубо говоря, но только очень дорог Богу, то есть, вот, великая личность, скажем. А, вот, значит, Сын Божий, это мы все, мы все являемся, как бы, сыновьями Божьими, да, а он один из НО любимый просто. Избранный, избранный. А, вот, как это понимается, ну, здорово, да, логично все, объяснили все, тогда все понятно. Не, мы воспринимаем все не так, мы все-таки, вот, не поняли, видимо, чему он нас учил, да, с точки зрения Кришнаидов, мы воспринимаем все не так, мы считаем, что это реальный Бог, одна из ипостася Божества, вот, он Сын Божий, мы тоже сыновья Божьи, но мы, так сказать, по благодати. Да, вот это, кстати, момент, что мы все частицы Бога, как бы, да, вот у вас звучит, у нас Господь сотворил человека и вдунул в него дыхание жизни. Человек наделен образом Божьим, сотворен по образу Божьему, да, и вот Господь вдунул в него дыхание жизни, это дыхание Духа Святаго. И мы призваны взойти от образа Божьего к подобию Божьему, стать подобными Богу. Христос говорил, будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный, да, в этом смысле мы дети Божьи, но это, так сказать, по благодати, по большому счету, то есть мы все-таки тварные существа. Христос, это Бог, Он не тварные существа, это реальный Творец. Ну, я понимаю, да, то есть это, ну, в этом, как бы, ну, Вы попросили изложить, как видят это люди, я, как бы, вот, изложил, вот, видится именно так. Ну, что ж, спасибо большое за интересный рассказ, будем думать, осмыслять, переваривать все это, да, было очень интересно, надеюсь, и нашим зрителям тоже есть о чем подумать. Спасибо. Спасибо, тоже, это было взаимно, мне тоже много интересного услышал, как бы, то есть это... А вы что-то снова узнали? Безусловно, да, у меня пара вопросов были, которые, ну, я давно хотел спросить, я услышал ответы, это интересно очень. Вот, я надеюсь, что это будет тоже интересное видео, и, возможно, как бы, вот, все-таки, вот, хотелось бы немножко потом, может быть, если что-то еще запишем, поговорить уже, так сказать, о реальном положении дел в современном кришнаизме, и более, так сказать, детально именно по этой традиции, вот, ну, сказать, не какие-то философские моменты общие, а вот, прям, конкретно по ней. Вот мы начали сегодня говорить, хотелось бы закончить, потому что, все-таки, интересная тема. Хорошо, хорошо, да, да, всего доброго. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами послушали интересный рассказ, повествование, объяснение, что такое реинкарнация, и почему люди так это видят, почему так это воспринимают, как они ко всему этому относятся. Ну, с моей точки зрения, это никак не сочетается с тем, что нам предлагает христианство. Невозможно быть христианином и признавать реинкарнацию, хотя бы потому, что, ну, посыл совершенно иной. Я уже не буду сейчас повторяться, это неоднократно говорил. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свои вопросы. Буду рад услышать ваше мнение. Помогай всем, Господь! Субтитры подогнал «Симон»!